Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат, с вами Владимир Добров. Сегодня мы с вами разбираем партию победительницы второго этапа женского гран-при, Валентина Гунина. Итак, Валя, с чем я сердечно поздравляю, удачно выступила в первом этапе. Напомню, что она попала в финал, но, к сожалению, уступила Анну Шининой. Но вот второй этап ей удался блестяще, она его выиграла и, соответственно, вышла победительница, заработала наибольшее количество засчетных очков. И молодец с большими перспективами смотрит на дальнейшее развитие событий. Напомню, что каждый из шахматисток играет в трех этапах из четырех. Совсем скоро у нас новый этап, буквально завтра. Поэтому все, примкнем к экрану. Итак, несмотря на то, что Валя играла с очень именитыми противниками, противницами, соперниками в полуфинале и финале, наиболее, наверное, качественный, но не безошибочный матч выдался именно на стадии четвертьфинала, где ей противооборствовала вьетнамская шахматистка Гуиэн Фа. Ну что же, перейдем к партиям. И вот одна из этих партий, которая заслуживает внимания. Разыграна славянская защита и такой достаточно агрессивный вариант же четыре конь Е5. Модный достаточно после партии рязанцев наверх, если не ошибаюсь. На Москопе не было что-то похожее. В дальнейшем еще были партии. Но здесь витамская шахматистка сыграла достаточно просто. Конь Д7. Как я помню, здесь идеи белых были при случае ставить как здесь коня на С3, так и на Д2 и на Ж6 брать. В общем, здесь свои тонкости. Последовал СД и СД Ферс А4. Наверное, не самая лучшая реакция, потому как после хода А6 не очень понятно, что Варя заготовила на последующий ход Б5. Но так или иначе было сыграно конь С3, Е6, Ж5. И вот здесь, наверное, первый момент, где надо отметить, что китайская шахматистка сыграла не самым лучшим образом. Она сыграла конь Е4. И немножко удивила, почему. Ну, мало того, что этот ход неудачный. Также можно отметить, что после хода Б5, честно говоря, сразу непонятно, как белые здесь будут продолжать игру. Так как в случае Ферс Б3 никаких ударов на Б5, естественно, нет. В случае Ферс Б3 черные смело забирают на Е5. После ДК Д7 у них очень надежная структура. Есть зацепки. Конь скачет на С5. Ну и просто черный заканчивает свое развитие. В общем-то, позиция, на мой взгляд, черных прекрасна. Ну, девушки всегда нервничают. То есть, как бы, поэтому не будем слишком строгим. Также ход Конь Е4 допускал. Здесь достаточно неприятный ход. Конь бьет Д7. После чего в черном, видимо, надо играть уже Б5. И какие-то осложнения возникают. Так как на Ферс бьет Д7. Так как на Ферс бьет Д7 последний ход слон Б5 с победой. Итак, но Валя сыграл по-другому. Съел на Ж6. Съел на Е4. И сыграл слон Ж2. После разменов пешек белые слоны начинают оживать. Очень хороший слон по большой диагонали. Черным пока приходится заострить на этом внимание. Слон Д2, слон Д6. Ладец С1, Ферс Е7. Отмечу, что в некоторых вариантах белые могут наносить удар на Б7. Пользуясь случаем идеи вторжения по восьмому ряду. Но здесь Валентина продемонстрировала такие настоящие мужские шахматы. И понимание позиционное здесь, конечно, было на высоте. И уверен, что каждый из вас найдет следующий ход. Но ход, безусловно, хороший. Итак, Валя сыграл король Е2. Забегая вперед, этот король натилует немало шума. И несмотря на то, что многие говорят, что король слабая фигура. Периодически она может сама себя защищать. Тоже по известным выражениям классиков. Ну и вот в этой партии Валя продемонстрировала это во всей красе. Итак, король Е2. Соединяются ладьи. Ладьи. После чего черный король на самом деле сам себя чувствует не очень уютно. Ему надо понять, где ему располагаться. Итак, Ж5 сыграла вьетнамская шахматистка. И Валя увела сланом Д3. Может быть, стоило сохранить его на этой диагонали. Но, тем не менее, посмотрим, что было дальше. Ф5. Такой резкий ход. И Валя сразу же вступает в борьбу. Говорится, только дай в какую-нибудь драку вступить. Валя сразу туда ныряет. Ну что же, молодец. Безусловно, очень активный и качественный ход. Тем не менее. И смотрим, что было дальше. Ж6. После ДЕ открываются слоны. Мы видим, что слоны, в общем-то, здесь совершенно дикую силу приобрели. После хода ладья А7. Слон возвращается на большую диагональ. И мы видим, что черный король на самом деле здесь не так хороший. Тамская шахматистка убегает на Ф8. Но следует ладья Д1. И Валентина улучшает позицию ладьи. И пристраивается по линии Д. Определенное давление тоже может показывать. Слон Е5. Ну что же. Понять тоже витамскую шахматистку можно. В общем-то, она пытается погасить вот это вот неприятное давление. По большой диагонали улучшить позицию короля. Слон Б3. Как раз таки угрожая ладья Б7. Пользуясь отвлечением. И после слона Б3 БЦ. Визуально, конечно, часть перевеса белых пропала. Однако позиция все равно носит очень тонкий характер. И мы видим, что противостояние от королей. Чей из них лучше? Ну, скорее белый все-таки. Итак, КНЕ5. Человеческое решение. Конь идет в центр. Также очень сыграна активно централизация ферзя. Ферзь Д4. Ладья Е8. Черные пытаются уплотниться. И вот здесь сделан отличный профилактический ход. Король Ф1. От возможных движений Ф4. Также король, возможно, будет хорошо расположен на Ж2. Также при короле Ж7 белый готовит еще всякие возможности а-ля Ф4. Итак, король Ф1. РЖ4. Это тот первый знак, когда мы видим, что ладьи разъединились. И ладья не защищает ладью НШ1. Как сказать, как красная тряпка на БК подействовала на Гуен Фан. Она сыграла Ж4. Король Ж2. Блестяще. Теперь король выполняет и работу на королевском фланге. И вот здесь произошел маневр, который, конечно, надо поругать шахматистку из Вьетнама. Но, опять-таки, сложно говорить, потому что наверняка уже были проблемы со временем. Тем не менее, конь уходит из центра и уходит достаточно далеко. Он уходит на край доски. Помните о том, что коней без необходимости на край доски ставить крайне опасно. Чаще всего за это наказывают. Ну и вот в этой партии, забегая вперед, опять-таки, так оно и случилось. Валя возвращается опять королем на Ф1. Следует еще один наглый ход Ж5. Как говорится, в черный идут волл-ин. Ферзь С4. Блестящий ход. Белый пристраивает мат. Ладья защищается от мата. И в этот момент Валя съедает на Ж4. Обратите внимание, что как улучшилась позиция белых. То есть, они съели пешку. Конь ушел из центра. Открылась линия Аш. То есть, все стало идеально. ФЖ и Ферзь Беже 4. Ну, здесь был красивый удар. Ладья бьет А4. Обратите внимание, вот такой вот очень красивый ход. Мог завершить эту партию с последующим Ферзь Ф4. Единственный ход ладья Ф7. Шаг на А6. И после хода Король Ж8 подключалась белая ладья с неизбежными потерями для черных. Черные здесь, наверное, получали бы мат считанные ходы. Но так не случилось. Опять-таки, мы играем в Блиц. И Вальц играл более надежно. Ферзь Беже 4. Практичность это хорошо. Ферзь Ф6. Ферзь Х5. Мы видим, как она проводит идеи, связанные с заводом Ферзя. Идей очень много. Конь Ф3. И Король возвращается на Е2. Вот об этом маневре я и говорил, что Король как маятник. Походил там, постоял, вернулся, сходил на Ж2, посмотрел, что там. В итоге, в общем-то, вернулся на законное поле Е2. Атаковал коня Ф3. Выгнал его с этого поля. И здесь, в этой позиции, был замечательный еще один удар. Ладья Д6. К сожалению, и мимо этого хода тоже Валья прошла. Но это никак не умаляет достижения белых в этой партии. Потому как, конечно, такие маневры на секундах найти непросто. Тем более, в общем-то, всегда рискованно. Итак, ладья Д4. Более плотный ход был исполнен. Конь Ж6. И еще одна ладья подключается. Обращаю внимание, насколько качественно играет Валентина. Она старается играть всеми фигурами. Каждая из фигурок выполняет свои функции. Но вот здесь у черных был момент для хода ФБД4. Такой достаточно интересный ход. Идея его в том, что после ЦД черный играет Конь Ф4. И следует ФННННО. В этом случае, конечно, позиция обострялась. Но у белых здесь находится вот такой вот ход Ладья Ф3. Феноменальный. И на Коне Ф4 ладья Бет Ф4. И, в общем-то, здесь, как мы видим, ФБТФ4. Ферз Х8 шах. В итоге все-таки белые после определенных таких вот сложных вариантов владеют, продолжают владеть инициативой. Но партия начинается заново. Итак, ну это сложный вариант. Опять-таки, необязательный. Но он был. Итак, вместо этого последний ход Конь Ф4. Взятие на Ф4. ЖФ и Ферз Д5. Очень мощное подключение, освобождающее Ладью. То есть, я обращаю внимание, как темповая Валя здесь играла. На секундах поднимала блестящие ходы. Блестяще ведет атаку. Ферзь Е5. И, в общем-то, спровоцировал этот большой зевок. Черные были здесь на грани. Как говорится, ну, был еще ход Ладья Ж5. Но поверить в такой ход очень сложно. Потому что после хода Ферзь Д7 возникала угроза влечения к ходу Ладья Ж8. Найти ход здесь крайне непросто. И, в общем-то, с этим и, в общем-то, из-за этого черные зевнули. То есть, они сделали какой-то естественный ход. Но после хода Ладья Ж8 выяснилось, что все теряется. И Валентина добралась до короля, проведя блестящую атаку. Ну что ж, мы видим, что вот такие вот боевые шахматы играют Валя. И она нам здорово порадовала таким вот боевиком, триллером, можно сказать. Ну а вам, уважаемые друзья, я желаю хорошего вечера. И обратите внимание на другую партию, другую позицию, которая случилась у Валя тоже с этой же вьетнамской шахматистской. Я хочу обратить внимание на такой вот маленький эстетический пример. После H4, вот в такой вот позиции, после хода H5. Ну что ж, может быть, кто не успел увидеть конечную позицию, найдется здесь за белых решение. Ну что ж, я на этом с вами прощаюсь. Болеем за наших. Желаю всем успеха. До новых встреч. Пока.